Доброе утро! Наступает прекрасное время для отдыха на даче, но, как правило, мы не только отдыхаем, но и занимаемся дачными хлопотами. И тут главное уберечь свое здоровье. Как это сделать, сегодня расскажем в нашей программе. О том, какие опасности нас могут подстерегать на даче и как уберечь свое здоровье, нам сегодня расскажет врач-кардиолог Обороткин Андрей. Доброе утро! Доброе утро, Елена! В интернете прочитала, что дачный период для врачей-кардиологов знаменуется дачными инфарктами. Это миф или правда? Да, это действительно так. И виноваты трое. Первый – это телевизор, второй – это холодильник, и третий – это диван. Очень мягкий диван. А еще и на улице эти полгода, пока эти трое обрабатывают наших уважаемых слушателей, холодно, скользко, дождик идет, и заниматься ходьбой, ну, просто опасно. И вот засвистело майское солнышко, рука держит лопату, глаза жадно смотрят на шесть соток, и дело пошло. Перед тем, как дело пошло, нужно сказать о том, а что такое коллатерали. Коллатерали – это дополнительные пути, сосуды, по которым идет кровь к органам, в первую очередь к сердцу и к мозгу. И тут я бы хотел сказать, что чем лучше человек занимается физкультурой, чем больше он ходит, чем регулярнее он ходит, тем лучше развиты его коллатерали. Для того, чтобы лучше понять, что это такое, необходимо представить себе мегаполис. Есть магистраль, а есть дороги-дублеры. И когда магистраль забита, то логично проехать к своей цели по дублеру. Поэтому, когда человек берет эту лопату, смотрит на эти шесть соток, он должен вспомнить про эту аналогию. Магистраль и дублеры. Потому что, если его магистраль забита, то есть его сосуды поражены атеросклеротическими бляшками, а коллатерали, дополнительные пути дублеры не работали эти полгода, то есть они, по сути сказать, не функционируют. Значит, как в аналогии с дорогой, она вся в ямах, она не ухожена. По этим коллатералям дублерам не проехать ни машина, не пройдет кровь. И если это происходит, если человек не ходил, не занимался физкультурой, как положено, эти полгода, а у него есть проблемы с сосудами, в первую очередь сердца, то избыточная физическая нагрузка, непривычная для него на тот момент, может привести к тому, что кровь просто не сможет пройти в должном количестве к сердцу, и может возникнуть инфаркт миокарда. Какие опасности нас могут подстерегать на даче? Вы знаете, самая главная опасность – это соседка Мария Ивановна. Почему? Потому что, вероятнее всего, она-то дала отпор и телевизору, и холодильнику, и даже самому мягкому дивану. И ходила, ходила все эти полгода, независимо от погоды, давала нагрузку своему сердцу и помогала своим коллатералям, дорогам-дублёрам лучше кровоснабжать, в первую очередь, её сердце. Поэтому не ориентируйтесь на неё, ни в коем случае, а ориентируйтесь на себя. А делали вы это, если не делали, то нужно очень сильно задуматься о том, как начинать эту работу. Помимо вашей соседки, нужно особо обратить внимание наверх. А светит ли солнце? Если оно светит, то это тоже может быть для вас небезопасно. Поэтому обязательно накрывайте свою голову какими-то шапками, платками, кому что удобно. Итак, посмотрели на соседку, посмотрели вверх, и переводите свой взгляд уже на землю. Очень хочется ворваться в неё, в эту землю. И нужно понимать, что зачастую это сопровождается вынужденным положением, которое может в ряде случаев привести к проблемам с полвоночником, с суставами. Будьте аккуратны. Обязательно разминка. Как вы это делаете перед ходьбой, может быть, перед какими-то физическими упражнениями? Сначала разминка. Теперь вы опускаетесь на землю, наверное, на коленях. Так часто бывает. Но ведь май месяц, ещё не так тепло. Имейте в виду, что это тоже риск, риск простудиться. Можно ли как-то подготовить себя к этим опасностям, чтобы избежать их? Самое главное исходит из того, что я уже сказал. Это, конечно, не прекращать ни в коем случае регулярную ходьбу. Это может быть через день, может быть каждый день, если вам позволяет ваше время, ваши силы, ваше вообще общее состояние. Поэтому физнагрузка – это краеугольный камень подготовки, в том числе и к дачному сезону. Помимо этого, если вы знаете, что у вас есть ишемическая болезнь сердца, если вы знаете, что у вас есть гипертоническая болезнь, обязательно быть уверенным в том, что лечение, подобранное вам, вашим доктором, оптимально. Нужно сходить к нему заранее. Нужно сдать обычные анализы крови, общие анализы крови, биохимический анализ крови, сделать кардиограмму и быть уверенным в том, что и анализы крови, и кардиограмма нормальные, достойные, что позволяет вам, в общем-то, со всей душой открыться вашему огороду. Помимо здорового образа жизни, физических нагрузок, нужно ли соблюдать какой-то тип питания? Конечно, существует, и о нём мало кто знает. Это фрукты, овощи и избегать. Что избегать нужно, очень важно. Я назову два самых страшных врага сосудов, в том числе и нашего сердца. Первое – это, конечно, жирная пища. Второе – это сладкое. Чем больше вы кушаете сладкого, тем выше уровень вашего холестерина, и тем выше риски развития и прогрессирования атеросклероза. Я понимаю, что очень заманчиво там мыслить, что можно, кушая всё подряд, сидя на мягком-мягком диване, за просмотром любимого сериала и фильма, что-то попить, какие-то витаминки, и будет, ну, очень хорошо, и можно прям бросаться в бой. К сожалению, это не так. Нету такого, поверьте мне, да. Самые главные витамины – это рациональное питание, где будут фрукты, овощи, и вообще в целом всё будет очень рационально. То есть правильное взаимоотношение тех питательных веществ, которые содержатся в нашей пище. Есть в каждом из нас такая особенность, что нужно выполнить как можно больше работ на даче. Чем опасна перегрузка? Я думаю, это характерно для очень многих из нас, потому что авральный тип производства – это, в общем-то, глубокое основание нашей культуры. Поэтому в этом отношении нужно быть очень аккуратным. И в идеале спланировать, спланировать свою работу, сегодня сделали одно, завтра сделали второе, потому что если вы не подготовлены и физически, и в плане подбора лекарств, таблеток, которые вы принимаете, не знаете, как ваша кровь себя чувствует, как ваша чувствует себя кардиограмма, лучше делать это постепенно. Сколько вообще по времени можно заниматься дачными хлопотами? Я думаю, здесь, как и во многом в нашей жизни, это индивидуальность. Смотрите по себе. Насколько та нагрузка, которую вы себе позволяете, вызывает у вас любой дискомфорт. То есть это может быть и какая-то головная боль, это могут быть непонятные боли в области сердца. Всё это – звоночки, которые потребуют от вас прекращения работы, по крайней мере, на какое-то время, и в дальнейшем уже, в общем-то, ориентироваться на свои ощущения в плане её продолжения. Раз уж мы с вами заговорили про опасные сигналы на даче, то давайте скажем о них поподробнее. Конечно, самое важное значение имеет ощущение в голове, то есть болит она или не болит. Ощущение в сердце – болит оно или не болит. Головная боль может быть связана с повышением давления, будьте очень аккуратны. Боль в сердце мог быть связана со многими вещами, но самое опасное – это, конечно, грудная жалость, анокардийное напряжение. О ней нужно помнить. Другие вещи, которые должны вас насторожить, ну, наверное, это, конечно, головокружение. Это помутнение, когда вы встаёте из положения, сидя в положение, стоя. Это могут быть, в общем-то, какие-то болевые ощущения в ногах. Очень серьёзно к этому относитесь, потому что особенное ваше внимание потребует боли под коленями. Это очень-очень важно. И, в общем-то, любые неприятные ощущения в теле должны вас, ещё раз скажу, это заставлять остановиться, прислушаться к себе и уже потом принимать решение, а продолжит ли сегодня мне эту работу или, может быть, лучше оставить её на завтра. Если всё-таки случилось так, что мы немножко перетрудились на даче, то как себе помочь? Всё очень зависит от конкретной ситуации, насколько вы перетрудились. Если у вас повысилось давление, и это не критично, вы знаете, что для вас критично, если вы гипертоник, и вы знаете, что вы сами сможете с этим справиться, то сделайте это. Сделайте. У вас обязательно должны быть препараты скорой помощи. Каждый врач со своим пациентом обсуждает эти препараты, и они должны быть неотъемлемой частью вашей аптечки. Если же заболело сердце, всё достаточно непросто. Если вы страдаете стенокардии напряжения, и вы узнали эту боль, то вы знаете, что делать. Это нитроглицерин, который вы уже принимаете, вы знаете, что он поможет вам. Оценивайте эффект. Если он есть, всё хорошо. Если вдруг этого эффекта нету, то выход только один – это вызов бригады скорой помощи. Что нужно обязательно положить в свою аптечку? Те лекарства, которые порекомендовал вам ваш лечащий врач. Если вы гипертоник, то это ваши таблетки для постоянного, ежедневного приёма. И, конечно, как я уже это сказал, те препараты, которые вы можете использовать при выраженном резком повышении артериального давления. Если вы страдаете стенокардии напряжения, опять же, это ваши регулярные препараты, которые вы принимаете каждый день. И, конечно, это должен быть нитроглицерин. Он всегда должен быть при вас, в тёмном месте. Всё остальное – это уже конкретика. То есть зависимость от тех проблем, которые вы лично испытываете. Это могут быть обезболивающие препараты. Это могут быть препараты, может быть, ожогов каких-то. То есть на даче, сами понимаете, мы что-то и постоянно сжигаем, что-то постоянно чиним, ломаем. То есть какие-то антисептики и так далее. То, что всем и так понятно. Огромное вам спасибо. На здоровье. Дорогие друзья, есть три столпа, на которых стоит наше здоровье, качество нашей жизни. Первое – это, конечно, правильное рациональное питание. Второе – это регулярная, посильная вам физическая нагрузка. И третье – это качественное, идентичное соблюдение тех рекомендаций, которые вам дал ваш лечащий врач. Сегодня мы узнали об опасностях, которые подстерегают нас на даче, и о том, как уберечь себя от них. Занимайтесь спортом и правильно питайтесь, а также берегите себя и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова